Прям здесь же живут люди. Намасте. Вот такая вот панорама открывается на город. Это не опасно, да? Нет. О, смотрите, прибежала. Ты живешь здесь? Конечно же, свойственный для индийских храмов мусор, грязь. И, как вы видите, храм находится между двух скал, прям посерединке. Вот, и прямо здесь живут люди, в таких вот палатках, прям возле храма обезьян. Живут вместе с обезьянами. Соседствуют, делят территорию. Намасте. Намасте. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я поднимаюсь в храм обезьян, это нужно подниматься где-то метров 300 наверх, потом спуститься вниз, потому что храм находится между двух гор. Вот такая вот панорама открывается на город, смотрите какой прикольный кушает осадки помидора. Посмотрите, их здесь огромнейшая стая, все сидят, отдыхают. Вон малыш, у кого-то процедуры. Все чилиться, им абсолютно плевать на туристов. В общем, в Джайпуре самые добрые обезьяны. Мы поднимались на гору, а теперь нужно немножко спуститься. Храм находится вот там внизу, поэтому одевайте удобную обувь, когда будете посещать этот храм, потому что вам нужно будет и подниматься, и спускаться. Конечно, как видите, дорога здесь не асфальт, как в городе, а камни, и камни скользкие, поэтому одевайте удобную, хорошую обувь. И сейчас мы с вами направляемся в Галтаджи или в храм обезьян. Это храмовый комплекс, который находится в городе Джайпур. Особенно оно тем, что оно находится между двумя скалами. Это очень красивое место, и сейчас мы буквально через пару минут окажемся в этом храме. Оп, скользко. И дорога, конечно, здесь нелегкая, нужно подниматься в гору, потом спускаться вниз. Поэтому если будете идти в этот храм, то одевайте удобную обувь, чтобы не подскользнуться. Здесь по территории очень много обезьян, и некоторые местные говорят, что их примерно около 40 тысяч. Они делят две территории, и часто здесь можно увидеть, как обезьяны дерутся, видимо. Это какие-то два клана, которые не нашли общий язык. И часто можно увидеть немного окровавленных обезьян. Видимо, они только-только после сражения, так скажем. Недалеко от храма в магазинчиках можно купить еды, то есть какие-то орешки, бананы, печеньки. Стоят это буквально 20 рупий. Вот, поэтому если хотите их покормить, то можете купить и взять с собой. К моему удивлению, обезьянки не агрессивны. Например, когда я был в Дели, одна набросилась на меня, а здесь им абсолютно плевать, то есть иногда они даже тебя игнорят. Видимо, они настолько привыкли, что это туристическое место, что они уже не обращают внимания. И посмотрите, кроме обезьян, здесь также имеются домашние свиньи или кабаны. Опустошенный колодец. И как во многих колодцах Индии, у них есть специальные лестницы, чтобы было удобно спускаться к воде. Кабанчик, ты что меня преследуешь? Так, и как я понял, мы уже приближаемся к этому храму. Вот здесь можно купить орешки. Стоит 20 рупий, чтобы покормить обезьянок. Вот, видите, храм позади меня. Это храм Ханумана, бога обезьян. Я только что вышел оттуда. Вот. Здесь бродят местные люди, которые могут вас завлечь в храм. Вот. И предложить там помолиться, получить, типа, такой браслетик, это красная веревочка на руку. И потом, конечно же, будут просить с вас деньги. То есть это стандартная процедура. Во многих храмах Индии. Но я сказал, что я мусульманин, мне нельзя молиться. И я, короче, вышел. Он сказал, да-да, конечно, извините. Поэтому, если вы хотите потратить деньги на очищение кармы, как они говорят, то можете отдать им деньги. Если нет, то просто выходите на улицу и все. И мы уже непосредственно в храме. Нет. Ага, ага, ага. Да, да. Да, да, да. Дайте. Сука есть. Вот кормят печенькой. Это не опасно, да? Нет. Ага. Ага. И здесь есть такие бассейны. Они как бы должны быть священные. Но, судя по загрязненности, люди просто не парятся о своих священных водах в храмах. Спускаемся вниз в храмовый комплекс. Здесь есть священная вода. Вот ребята только что покупали здесь. А вода, конечно же, не чистая, вы это знаете. Вон, мусор плавает. Вода сливается откуда-то. Такой вот небольшой храм. Вот. И очень красивый вид, кстати. Очень красивый вид. Прям между двумя скалами. Вот это вход в храм, где мы были недавно. Такой вот небольшой водопад, как вы можете заметить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вообще проходит, то есть ноль внимания. Есть ты, тебя нет. Вообще пофиг. Мы уже находимся в самом храме. Галтаджи. Или храм обезьян. Храм, посвященный богу Хануману. Это бог обезьян. Вот. И здесь очень много. Очень много обезьянок. Кстати, будьте осторожны с телефонами, с кошельками, с чем-нибудь еще. Закрывайте карманы, закрывайте сумки. Потому что обезьянки это самые профессиональные, самые ловкие воришки в мире. Поэтому будьте осторожны. Намасте. В общем, дал печеньку. Печенька у меня с начинкой. И они раскрывают печеньку, облизывают начинку. Вот. И только потом кушают. Они боятся собачку. Папи. Иди сюда. Иди сюда, держи. Ты тоже будешь маленькой обезьянкой. Здесь можно покормить и щенков, и обезьянок. Вот видите, она облизывает начинку печеньки. Но само печенье пока не ест. Вот там греко-римская борьба, смотрите. Вот видите, она облизывает начинку. И выкидывает печенье. Смотрите, какая умная. Раскрыла печеньку, облизала начинку, а саму печеньку выкинула. Балованные какие-то обезьянки здесь. Сейчас попробуем покормить обезьянку с рук. Ты что, переборчивая? Оп. Она говорит, не мусорьте, говорит, здесь. Прогнала обезьянку. Кстати, видели, обезьянка переборчивая, не взяла гнилую. Вот, смотрите, прибежала. Какая прикольная. На, 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 еще. Держи еще, еще держи. На, еще. Какие они прикольные. Я всегда мечтал себе обезьянку домашнюю. А те, видимо, сытые, не бегут сюда. Вообще маленькая, смотрите. со смол молодец держи чем-то выкидываешь перебор чего как выбирает самые чистые самые белые видимо жареные не любят на еще держи еще на на вон ребята ходят кормят обезьян бананами и вот самый бассейн со священной водой и посередине этого бассейна имеется фонтан но почему-то не работает но там вдали можно увидеть как льется вода и что-то похожее на водопад везде обезьяны и конечно же свойственный для индийских храмов мусор грязь священная вода мутно зеленого цвета плавает мусор вот но как я слышал что здесь люди должны купаться потому что здесь омовение происходит и так далее но не знаю сколько нужно иметь желание и храбрости чтобы нырнуть в такую воду и как вы видите храм находится между двух скал прям посерединке а а в общем плане могу сказать что храм обезьяны реально крутое место его стоит посетить вот если будете в джайпуре обязательно приезжайте вход бесплатный я ни копейки не заплатил видеосъемка тоже бесплатная просто потратил деньги на еду для обезьян на орешки и на печеньки то есть что просто с ними пофотографироваться покормить их храм небольшой здесь буквально хватит минут 15-20 чтобы его обойти но здесь очень интересная архитектура красивая вот очень много обезьянок и прикольный такой вот бассейн со священной водой вот здесь можно сделать крутую фотографию посмотрите на задний план и здесь очень свежий воздух мне это очень нравится поэтому убить полтора-два часа в этом храме можно и она того стоит но с вами был турал джабаров не забудьте поставить лайк написать комментарий те кто не подписались обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео как всегда увидимся с вами в какой-то новой стране в каком-то новом городе берегите себя увидимся